Это очень вкусно. Это очень вкусно, нормально. Кто бы сомневался? Бригада. Билеты стоят 14 евро с человека. Этот дворец является самым посещаемым местом в Португалии. Ну, вы сами видите, ехали вроде бы по дороге, никого не было. А сейчас столько народа, туристы со всех стран мира. Мы в прибрежном городе Кашкай. Здесь рядом 100 метров находится Атлантический океан. Живут очень богатые люди. В этом городе находится казино Рояль, но оно по-другому называется, по мотивам которого снят фильм об агенте 007. Также еще одна достопримечательность, монастырь, в котором обучают детей за 18 тысяч евро в год. Первый португальский город, Кашкай, в котором появляется меню на русском языке. Центральная площадь находится на берегу Атлантического океана. Нашему вниманию представлена полиция, муниципальная, морская, национальная полиция. Ну вот они на хондах разъезжают. В центре города находится пляж. Люди бегают кто в чем, кто в пальто, кто в шортах. Вода сейчас где-то 17-18 градусов. Температура воздуха 15. Все-таки вышли мы к нашей стихии морской. На пляже никого нет. Только чайки и тип местный сидит с телефоном. Пляжный волейбольщик люди играют. Старый Млад. А мы придем, пробежимся к океану. Раз уже пришли сюда. Супер богатый город, Кашкай. Где даже скупили тоже российские, украинские олигархи. Земли, отели. Ну и западные тоже товарищи тут тусят по чуть-чуть. Все, дошел до океана. До Атлантического. Волна здесь небольшая. Чайки ленивые. Ходят. Здесь, конечно, хорошо жить. С видом на океан, воздух. Самое лучшее место в этом городе. Умный мусорник португальский. Интеллиженс. Смарт бин. Работает на солнечных батареях. И сам разделяет мусор. Пластик, окурки. И все так на три части, в общем, делят. Это рыбацкая набережная. Сейчас пока что не отдыхают. Но обычно они выходят рано-рано утром. И в пять утра уже на базаре свежие. Крабы, кальмары, омары, рыбы, сардины. И тому подобное. Добра у них много. Сетей всяких. Миллион снастей. Здесь у нас якорь пристегнут. Сепью с замком, чтобы никто не свистнул. Не переплавил. И морской клуб. Города Кашкайс. У нас, видите, какой капитан. Карлос Первый. С биноклем. На палубе стоит оторванная. Мы высадились на мысе Рока. Роковой мыс. Самая западная часть Европы. Постоянно дуют ветра. Выход к Антлантике. Очень красивый вид. Продолжение следует. Смотрите, как внизу бушует. Не бушует, но постоянно кипит Атлантический океан. И каждый месяц здесь кто-то падает, кто выходит с заграждения. Красивейший вид. Куча туристов. Китайских восстановок. Здесь построили маяк в 18 веке. Луч бьет на 60 километров. Высота над уровнем моря 160 метров. Посмотрите, какая здесь растительность интересная. Цветы такие, ого. Прям как каланхоя или алоэ. Мощные листья. Мясистые. Деревья тоже низкие, потому что постоянно дуют ветра. Вот здесь уже ветра нет, но там постоянно сдувает все. Это муниципалитет. Здесь можно за 11 евро получить сертификат, что ты был на самой западной точке Европы. Каллиграфическим почеркам напиши твое имя, страну, дату и все такое. Музыка. 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 раз кабу дорог к синтро порту печать круто здесь статьи горизонт превышает 65 километров не видно что земля немножко форме что она не плоская люди думают сейчас эти популярность что земля плоская но это не так здесь мы срока плавно переходит в гору синтру и дальше мы поедем в этот город под одноименным названием тоже красиво парк до пена 520 метров над уровнем моря толпа такая стоит за билетами красивейшее место властелинка лес снимали в этих лесах там очень красивый серпантин когда мы проезжали куча волнов валяется лес действительно точно как в кино хотя властелинка леса в новой зеландии тоже снимали часть национальная гвардия охраняют этот памятник архитектуры народ стоит за 3 евро трансфер на тот автобусик а мы будем подниматься к замку который стоит сверху здесь конечно растительность необыкновенная парк занимает 240 гектар и это последняя резиденция последнего короля португалии мануэла по моему мануэля пока дошли уже все запыхались я в том числе просто так было тяжело строителям 520 метров над уровнем моря билеты стоят 14 евро человека этот дворец является самым посещаемым местом португалии ну вы сами видите ехали вроде бы по дороге никого не было а сейчас столько народа туристы со всех стран мира такой насыщенный здесь воздух просто дышишь как будто находишься где-то на пасеке когда такое цветение просто дышишь медом заходим в железные ворота еще одни тут как всегда рыцарские доспехи там 2 2 меча перекрещены снова же кресты тамплиеров и волчьи шкуры вывернуты действительно поднималось все ворота закрывались коп на цепях а тут был ров наполненный водой однако тусовочка такая мне конечно не нравится когда так много людей придется подождать символ добра и зла жизни и смерти из головы вырастет виноградная лоза а ноги как хвосты рыб заходим the wall walk прогуляемся по стене вид конечно классно мы срока это там где-то ты наша стена ёлки-палки высоковато неплохое хождение грибу который появляется где очень чистый воздух сейчас зайдем в башенку охранников каким тут было помещусь или нет смотрим вперед направо стоим тут с луком в караульном дозоре чтобы неприятель не прошел здесь просто муравейник кишит народа миллион сейчас будем еще в очереди стоять о бегу видник фернанду второму похож смотрите на барона мюнхгаузена и на феликса дмитровича дзержинского это мы уже внутри королевского дворца какая столовая с отличнейшим видом на мы срока это ванная комната королевская такие кроватки маленькие королевские если конечно мне больше всего здесь вид нравится из окна это комнаты для дома богатая спальня особенно потолок не нравится король карлуш и чайная комната король был убит я бы не стоял бы по новой очередь такую 200 метров это замок без стопы чтобы потрогать так мы зашли через ворота прошли сюда постояли в очереди прошли теперь мы здесь я спустимся сюда и выйдем потом то конечно красиво но из этих очередей я бы второй раз не пошел кстати вчерашний замок тамплирова мне даже больше народ прибывает все больше и больше со всех частей света заповедные леса здесь на этом месте в старые времена когда-то проводились бои быков сейчас в этом лесу хоббитов встретим каких-то из пластелина колец итальянцы немцы шведы французы все подряд еще один королевский дворец в нижней синтре мы находимся в кинто де рига леера которая построена по мотивам божественной комедии данте здесь страшные лабиринты все по канонам эзотерики 5 элементы все такое философский камень всем дают карты надо из этого лабиринта в конце концов выйти ходим к одному дворцу а здесь мавзолей с другой стороны нас ожидают здесь когда-то был источник с живой водой но он иссяк в девяносто шестом году это секвой а которой 400 лет заходим в лабиринт это ж надо тут центр ложи масонской был настроили конечно вавилонская башня вид сверху здесь все по канонам эзотерики идем по часовой стрелке вот мы почти дошли и до низа подземной башни теперь посмотрим снизу наверх тут конечно столько надо было земли выкопать елки-палки метров шестьдесят под землей нормально не накопали здесь до подземелья так будем идти по камням путь реинкарнации пошли 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 по камням чё там под правую ногу нормально все башня подземная мне очень впечатлило пьем воду и заговариваем заодно идем мир созерцания после того купили водички это воды реки стикс через которую хорон перевозил умершие души загробный мир и обычно в старые времена клали под язык монету как бы плата хорона было это господа источник с мертвой водой тоже иссяк давно также и как и живой водой среди около источника мертвой воды какие вы вымахали папоротники один и вот это второе так вообще в жизни не видал здоровенный метров 15 замок вылет по типу как красавица и чудовище в таком же стиле есть уже город сад а верху нас ждет замок вот он замок по правую сторону мы налево в лабиринт еще один только что мы смотрели на этот замок сверху а теперь стоим внизу здесь изобилие растительности цветовой гаммы знакомый знак это все масонские храмы все у них был было на языке символов и только что вы видели знак который стоит на долларе с сша непосвященному человеку здесь ничего не понятно а так надо смотреть каждый символ каждый стрих каждую скульптуру с разных сторон самый старый отель в синтри лоуренсес пять звезд отель в историческом месте этот дом на продажу только реконструкцию можно делать внутри снаружи нельзя стоит миллион двести тысяч долларов это водосток тоже довольно таки красивая городишка можно пожить по родинку если снять отель духовной пищи поели теперь будем приступать к чревоугодия здесь уже жизнь бьет ключом а ну тем более пол третьего конечно все уже обедают закончили посещение всех этих замков синтры верхние и нижние тут еще один дворец какой-то он здесь тоже генрих мэри плаватель был здесь прошло его детство и юность везде побывал исторический центр города королевский район охраняется юнеско у нас по графику ресторан коми до традиционного португаза традиционная португальская еда заходим ну будем надеяться сегодня будет вообще классно бонди а есть бонтарды это точно белое вина рио пиас не зеленая белая вот вот the name of this dish бакаляу пока ляу меня трешка 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 бригада совершаем манго мусс пока что может в будущем мой фильм выйдет о том как я пребывал на проходе последний контракт там тоже повар был рисовал красивые названия меню своего на вкус это было не очень вот португалии тоже все было красиво меню на вкус как бы я не очень протащился от всех блюд все отъезжаем из португалии народа пол седьмого утра такая толпа все спешат улететь куда-то убиваем время в duty free покупаем всякую ерунду улетаем снова р португал когда настала замечательнейшая погода но нам нужно на родину в аэропорту варшавы последний раз был 19 лет назад когда летел на свой первый контракт чтобы сильно ничего не изменилось и встречает неприветриво плюс 8 градусов ну на этом мы завершаем наше повествование кому понравились наши похождения португалии подписываемся пишем комментарии ставим лайк всем а